Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое видео. Сегодня мы отправляемся на самую мою любимую работу деревенским фермерам, поэтому мы берём моты, семена пшеницы поскорей, картошечку, конечно, сегодня у нас сезон, и моркошечки, конечно, у меня отличная почва для выращивания моркови. Всё, побежали быстрее на улицу, ребятки, погнали, погнали, здрасте. Так, ладно, ребята, вы, наверное, спросите, кто это такой, сейчас я вам расскажу, давайте отойдём только от него подальше. В общем-то, ребята, недавно мэр по всей деревне разместил пару скамеек, и на этих скамейках теперь старики начали скапливаться, то есть они просто приходят и, ну вот, как бы сидят просто на этих скамейках. Ладно, всё, давайте будем дальше уже заниматься нашими огородами, вот, засаживаем это всё. Эй, эй, внучок, а ну иди сюда! Извините, дедушка, я немного занят, я тут на работе вообще-то. Я говорю, сюда иди быстрее, давай, деду помощь нужна, иди сюда. Ладно, в чём помощь заключается, дедушка? Помощь в том, что тебя учить нужно. Ты как грядки убираешь? Ты чё, совсем, что ли, оболтус? Я разберусь, как мне правильно убирать грядки. Похлопай, деда, по спинке. Ладно, хорошо, пожалуйста. Слушай меня, я вот в своё время, когда я был молодой, мне было 16 лет, ты знаешь, как я грядки убрал? Это было сколько лет до нашей эры? Ты чё, ты хочешь сказать, что я старик? Да я тебя сейчас, подожди, подожди, деду спину защемил, посади обратно, внучок, посади быстрее. Ладно, давай, сажайся быстрее в своё кресло, вот эту вот качалку, всё, не мешайте, пожалуйста, работать, дедушка. Ну так вот, ребята, мы продолжаем заниматься огородами, давайте я это всё уберу. Странный какой-то дед, ребята, вот серьёзно, я никогда его не видел, в нашей деревне я не понимаю, что он хочет от меня. Вообще совсем какой-то странный дед, ну ладно, его можно, понимаете, он всё-таки дед у нас как-никак. И теперь по всей деревне, ребятки, на этих скамейках спавнятся деды вот такие вот, вот бывает. Э! Ты не полагаешь мне, я не могу на это смотреть, это грядки, как ты их садишь? Ты чё, дед, стоп, ты чё, ты чё, полегче, давай, ты их хватит, хватит. Ой, знаешь, как тяжело было встать-то, ты чё делаешь? Ты неправильно садишь, ты чё её прямо вот так вот в землю, а землю взрыхлить немножко. Да она взрыхлённая, нормально, дед, слушай, всё, не мешай, пожалуйста, пожалуйста, я тебя очень прошу. Сумасшедший, ребят, просто какой-то сумасшедший дед, он меня, если честно, уже доста, хотя и не прошло пяти минут. Ладно, погнали быстрее, ребят, домой, сейчас я всё сложу, и у меня такая идея, я хочу пойти на ещё один огород и засадить туда что-нибудь другое. Но для этого, для этого нужно сходить, наверное, к жителю и купить у него что-нибудь другое, что-нибудь другое, семян. Побежали быстрее, ребята, к этому жителю, сейчас мы что-нибудь у него прикупим. О, а вот и житель, житель, здорово, слушай, я помню, что тебя на прошлой неделе семена покупал, так вот, я хочу ещё купить. Не слушай его, не слушай этого дурака, уйди отсюда, фу, 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 ты, ты, ты мой дом уничтожил, я всё про тебя знаю. Ты чё, дед, с ума что ли сошёл, ты псих, житель, не слушай его. Житель, не слушай, это он твои изумруды вчера украл. Дед, ты чё от меня хочешь, что ли тебе от меня надо, чё ты за мной тут катаешься, я не понимаю. Мне всё про тебя рассказали, ты мой сарай разобрал на детали и сжёг его. Какой сарай, я вообще твой сарай не трогал, дед, ты чё, с ума сошёл? Там бабушка моя была, она сгорела там. Это я, конечно, очень соболезный тебе, дед, но извини, я тебе ничем помочь не могу, потому что это не я был, я вообще спал. Это всё, что от неё осталось. Дед, ну всё, хватит, хорош, отстань от меня, вот что ты хочешь от меня, скажи. Я хочу, чтобы ты построил мне новый дом, потому что ты сжёг. Бабку уже не вернуть, но хотя бы домик-то сделаешь, дедушка. И дедушки? Ну, дедушки, конечно, у меня ещё таблетки есть от этого, геморроя, вот, возьми себе. Понятно, понятно, дедушка. Слушай, не, извини, конечно, я не смогу тебе ничем помочь, давай, до свидания. В смысле, я сейчас всем расскажу, что ты сжёг мой сарай с бабкой. Да господи, всё, хорошо, хорошо, договорились, я тебе построю, я ничего не сжигал, и ты от меня отстанешь, если я построю тебя, правильно? Хорошо, только ещё одно условие. Иди сейчас к своему дому, я подъеду. Давай, давай, хорошо. Ребята, какой сумасшедший дед, таблетки мне какие-то дал, нафиг их не надо, давайте их лучше. В лаве выкинем. Так, всё, отлично, давайте всё это уберём. Господи, житель, здорово. И погнали построим этому уже деду сарай, потому что он мне надоел уже. Да, дед? Чё у тебя с домом, чё он такой странный? Вот в наше время, ну, в Советском Союзе было всё по-другому. Он какой-то, я не знаю, некрасивый, не по ГОСТу, понимаешь? Какой не по ГОСТу? Нормальный дом, хороший дом. Всё это нужно переделывать. Вот эти ваши американские технологии никому тут не нужны. Давай помогай деду, всё ко мне делать. Не-е-е, дед, 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 подожди, ты тут свой порядок не наводи. И вообще, слушай, на, мне нужна твоя помощь, вот о чём я говорил. Возьми лопату дедушкину. Ну, взял. Макарёк, давай, вот, и мне нужно яму выкопать. Вот будет, рядочком с тобой. Здесь яму выкопать? Да, но я без бабки своей не проживу долго, скоро всё, уже помирать собираюсь. Да какой помирать, дед, бро, все вы так говорите, а потом вы ещё всех нас переживёте, нормально. Ты поглубже, поглубже, рой, чтоб деда злые духи не достали, поглубже давай. Господи, что ты от меня хочешь, ребят, что это дед от меня хочет, он какой-то очень странный. Всё, дед, я вырыл тебе яму, я думаю, достаточно этого. Ну, не знаю, ещё побольше, ёк-макарёк, я чё, жалко место, что ли? Тебе чё, дедушка тут полежит аккуратно. Дедушка, лежи в другом месте аккуратно, пожалуйста. Мы договаривались на сарай, всё, давайте, быстренько я сейчас сарай сделаю и пойду по своим делам, у меня очень мало времени. Ну, каким ещё делам, ну ё-моё, ну чё ты делаешь такое, ну, ааа, чё ты делаешь, вырый яму. Ты чё сейчас крикнул, дед? Вырый яму, говорю. Давай, рой, говорю, вот лопату возьми, вырыми яму быстро. Ты мой бабку похоронил, теперь меня давай рядом. Дед, пожалуйста, успокойся, успокойся. Да чё успокаиваться, рой, говорю. Ааа, рой! Дедушка, ты чё кричишь просто так? Я не кричу просто так, это ты просто не обращаешь мне внимания. Я сейчас возьму свою коляску, якулу тебе разобью. А ну-ка, лови! Ааа, ты чё, дед, ты чё, с ума сошёл, дед, ты чё творишь? Посади деда на коляску. Ты задолбал уже, дед. Вставай, давай. Вот, яму мне рой, говорю. Рой яму. Да дед, всё, отстань, слушай. Яму рой, говорю. А дед, отвали, всё, я тебя построил в сарае, всё, уходи. А там нет удобств, мне в сарае нужна яма, вырый яму в сарае. Ааа, сколько у тебя лопат, я не понимаю. Ладно, хорошо. Я их на войне украл, у меня ещё и топоры есть. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, я выкопал, всё, яма хорошая, там добротная, всё, давай, дед, пока. Ты точно выкопал, ёк-бакарёк, смерть, за мной придёт и всё, на твоей совести будет. Да, дед, я всё сделал как надо, поэтому давай, уходи уже. Слушай, ааа, ну, ладно, я тогда поеду, поеду. Хотя, знаешь, типа, ха, ха, я придумал, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, значит, вот тебе спецзадание. Вот таблетки, отнеси моей бабушке в больницу. Так она же сгорела. Ну, она в реанимации в тяжёлом состоянии, проживёт ещё, тебя ещё переживёт, малёк ты. Ладно, хорошо, я скоро вернусь, жди меня здесь. Так, всё, ребята, я сходил, значит, в больницу к его бабке, и... Ё-моё, с каких пор у нас тут коты? И стоп, хорошая новость, ребята. Деда нету, он, видимо, уехал, слава богу, он мне так уже надоел. Всё, давайте быстрее... ААААААААААААА! Что это?! Кат! Мурзик, Мурзик, стой! Мурзик, Маруська! Маруська, о, привет. Ты чё тут устроил? В смысле чё устроил? Ты чё тут делаешь в моём сарае-то? В каком сарае? Вон там твой сарай, это мой дом Где мои вещи, я не понял, что за телек такой? Это мой телевизор, там новости Про Америку, понимаешь? Ты чё, дед, всё, давай Покидай помещение, это уже не смешно Слушай, кстати, хочешь анекдот? Давай Идут как-то две бабки, одна говорит, стой, подожди У меня радикулит, она её палкой похлебнула Опа! Дед, хорошо, покинь, пожалуйста, здание Я не буду, у меня коляски нет Ты коляску мою продал на металлолом Я её не продал, ты мне и окно разбил Я всё знаю про тебя Кстати, ты слышал о том, что гречка Последнее время на 17 рублей Подорожала Понятно, хорошо, я тебе подарю новую коляску Вот, пожалуйста, смотри, вот тебе новая коляска Пожалуйста, присаживайся Нет, нет, условия поменялись Ну? Мне нужна супер крутая, огромная коляска И 5 тонн гречневой крупы Вот тебе, на Что это, 1 доллар? Ну, конечно А ты знаешь, какие у нас пенсии? Ну, окей, ладно, хорошо Ребят, давайте уже его угостим чем-нибудь Тут, не знаю, фруктовую тарелку Ему там сырную тарелку подадим Короче, что угодно Вот курочку, мёд из Советского Союза, скажем Сыр санкционный, скажем, да Обязательно вот хамоны Эй, дед, вот подожди, господи! Морзик, стой, да ё-моё! Они опять ушли Слушай, приюдишь моих котов, когда я умру? Нет, не приючу Иди сюда, тут тебя сыр ждёт Мёд ждёт вкусненький Мясо, самое вкусное мясо Курочка тебя ждёт Выходи, давай Так, давай, давай Помоги дедушке за руку-то возьми Давай, давай И лакшери колясочкой Давай, давай, давай Дед, 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 вы ползай Давай 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 Давай, давай Помоги дедушке присесть Давай, давай, дедушка, присаживайся, присаживайся Вот так вот, осторожненько Давай, аккуратно, аккуратно, ну помоги, дедушке Мягкая подхода, помоги Давай, 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 все, присаживайся Молодец, дедушка, молодец Все, дедушка? Дедушка устал Я выполнил все твои условия, дедушка Ты больше ничего от меня не хочешь? Ну, за котиками-то нужно присмотреть Да-да-да, хорошо, я присмотрю Стоп, ты это слышишь? Что? Не слышу Время 6 утра, нужно быстрее В очередь занимать в почту Ё-моё, почта, у меня там конверт Давай, давай, дед, давай Принесешь мне там письмо какое-нибудь, давай Давай, котик, за мной, котик И давай на почту, на почту, на почту Ребята, смотрите Этот дед еле ходил, когда он слышал про почту И очень сразу скачал и побежал Ребята, это жесть Я до сих пор не понял, что этот дед хотел От меня тогда, но, ребята, благо Он убежал на почту Я думаю, что лучший день он простоит часов 20 Надеюсь, он забудет дорогу назад в мой дом Что ж, ребят, с вами был я, Компот Уважайте старших Конечно, прикольный дед С вами был я, Компот Всем удачно спасибо И пока, ребята